С января 2018 года в республике сложилась сложная ситуация с назначением российской пенсии гражданам Абхазии, а именно мужчинам 1958 года рождения и женщинам 1963 года рождения. Как отметила заместитель министра труда занятости и соцобеспечения Республики Абхазия Ольга Кугония, для получения российской пенсии этим гражданам необходимо подтвердить стажи работы, что не всегда представляется возможным, учитывая то, что во время Отечественной войны народ Абхазии большая часть архива сгорела. 1963 года женщины должны наработать определенное количество лет, на сегодняшний день это 9 лет для этого года рождения, и определенное количество баллов. Пенсионные баллы складываются из некоторых периодов и работы, и других критериев. Если стаж и можно каким-то образом подтвердить, доказать для российского пенсионного фонда, то у нас в основной массе, в связи с тем, что у нас в стране была война, не сохранились документы о зарплате. А это очень важный критерий, как раз таки, для того, чтобы доказать, что ты принимал посильное участие в трудовой деятельности в советское время. Министерство труда, занятости и соцобеспечения Абхазии направило в Минтруд России предложение внести изменения в соглашение между двумя странами в области пенсионного обеспечения. Изменения касаются возможности учитывать стаж для назначения российской пенсии, не по дате распада СССР, а по дате создания в России персонифицированного учета в 2002 году. Каждый человек, видно, какие он отчисления производил со своих заработков. Но это в стране Россия. В нашей стране такого не применялось для назначения российской пенсии. Мы предложили Российской Федерации, в виде исключения, может быть, ввиду того, что у нас была война, что у нас действительно не сохранились документы, а люди работали каким-то образом попытаться пенсионно обеспечить со стороны Российской Федерации. На пресс-конференции речь шла и о проекте реформирования пенсионной системы Абхазии, которая позволит поднять уровень пенсионного обеспечения граждан республики за счет бюджета страны. Концепция пока на стадии разработки.